Здравствуйте еще раз! Мы возвращаемся на решающую карту Мачо Гидро и Вигейминг. Первые две карты получились такие задержные, вторая так вообще почти часу дошла. И обычно в Форсе, я вспоминаю такие матчи после такой второй тяжелой карты, где до конца не было понятно, кто победит. Третья карта очень быстрая. То есть реально третья карта может пройти за 30 минут и вообще никакого удивления не будет. И Форс, давай сразу. Немножко оправдания. Почему в Супер Лайт Гейме Кунка выиграл Террор Блэйда? Ты ведь говорил по-другому. Он же не один играл. У него еще и Акс в команде, у него еще и Лина в команде. Ну, Акс это очень жесткая комба на самом деле с Джекеросом, у которого Аганим есть. И плюс это контроль сквозь БКБ, которого, кстати говоря, у Вигейминг не было. Где вот хочу найти сейчас Акса. Берсеркер Сколл, значит, длительность 3,2 секунды. Да? То есть получается с рефрешером 6,4 секунды. Сквозь БКБ. А когда у тебя... Ну, хотя, ладно, там. Пока колл на КД, ты... Вряд ли там что-то можешь еще хорошее сделать, но потом можно еще третий колл дать. То есть гипотетически это вот за драку можно 10 секунд продержать героя в дизейбле, в Блэйкинге. Ну, как бы сквозь БКБ. Когда он ничего не сможет сделать. Вот. И... Собственно, что мы еще могли бы сказать там помимо... Что там, Бэйн, Джекерос? Ну, саппорты, наверное, еще посильнее были, знаешь. То есть вот с одной стороны Висп, саппорт, конечно, хороший. Вот. И дизраптор тоже саппорт хороший. Но дизраптор, он ставит эту агонимную поляну. Вот. А затянуть туда героев нечем. То есть часто дизраптор просто может промахнуться. Или вот тут не было таких прям супер каких-то жестких агонимных ультимейтов от дизраптора, да. Были жесткие макропиры от Джекира. Были жесткие финсгрипы от Бэйна. Но вот агонимных ультимейтов от дизраптора не было. И это поэтому, ну, как бы так достаточно, ну, не очень круто. Вот. А тут еще что получается? Получается, что Гидра вот эту третью решающую карту играет у нас с сигнатурным инвокером для Аскольда, с сигнатурным Аксом для Близзи. И еще вот Шедоу Демон. Это очень-очень такой, ну, как удачный, наверное, герой в сочетании с Аксом. Потому что в какой-то момент Акс способен стоять на линии самостоятельно. А Шедоу Демон впоследствии, ну, когда у Акса уже вангвард появляется, он идет делать стаки, которые Акс потом может зафармить. Плюс еще Гидра могут сейчас взять какого-то кэри, который тоже потом эти стаки зафармит. Будет прям вообще, прям прекрасно. Вот. Очевидные баны для Вигейминг — это, наверное, Фантомка. Поскольку комбинация Фантомка плюс Вивер — это вообще не смешно. Вот правда. Это просто имба вот на данный момент. То, что... Та связка, которая практически вообще ничем не контрится. Ну, вот. Ну, у Вигейминга в данный момент, я не знаю, у них вот Бейн Дизраптор, кто у них четверка, кто пятерка, и кто вообще пойдет на тройку и с кем. Но если это, например, Бейн Кунка, или там Дизраптор Кунка, а с другой стороны Вивер Фантомка, я думаю, что Вивер Фантомка там могут хорошенько поживиться. Там третий левел, Коррожен, у Вивера появляются вот эти вот жучки вот эти на втором уровне, и все, ты там в Дизраптор нападаешь, и все, похороны. Ну, или в Бейна нападаешь, тоже похороны. Но пока банк ТБ. В сочетании, да, с Шедоу Демоном — это тоже такой достаточно сильный персонаж, плюс еще контрава в Рейс Кинга. А я вот думаю, а как вообще, насколько хорошо тут мог бы смотреться Сларк? Ну, против Дизраптора, наверное, не очень круто. Просто я вспоминаю, что Сларк против Рейс Кинга — это такой герой приятный. А его что-то никто не помнит. Но при этом Кунка иксмарком, да, все равно поддушивает тебя там. Тиммей, ты жми, не жми, тебя могут на иксмарке притянуть, поляна закрыть почти гарантированно. В этом плане не очень удобно. То есть, ну, ты реально, только если БКБ покупать, у тебя единственный вариант как-то пережить все это. Ну, у тебя функция просто пропадает. У тебя Шедоу Дернс как бы будет, Паунс будет, от него импакта ноль. Ты просто смогут спокойно вернуть. Что, Сларк, я думаю, Форс, мы в следующем патче, может быть, дождемся. В этом что-то как-то нет уверенности. Бан МК. Лекс, у тебя в качестве зеленки фон из Папича, из комнаты Папича? Какой зеленок? Ну, да я просто зашел на Продоту, я тебе сейчас скину. Ты скинешь в мою комнату, где я сижу? Спасибо, Форс. Нет, ты не понял, подожди, сейчас. Короче, я тебе в телегу скину, там потом посмотришь. Я думал, ты так сидишь. Прямо сейчас. Я там и сижу, что ты удивляешься. А, все, понял. Нормально. Ну вот, кстати говоря, Фантомка и появилась, если что, с Вивером. Бан Манки Кинга нахожу странным. Вупсень, тот же Вайпер. Вупсень? На мид и кульку ставим на 3. Опа. Ну, или как-то так. На это шляпстер появляется, тот самый знаменитый. Не знаю. Мне Вайпер тоже нравился, если честно. Все-таки тут и против Акса хорош, Назертоксин и против Фантомки. А так, получается, для Фантомки хорошая игра. Такой сигнатурный, я бы сказал, пик для Гидры. Много героев, на которых они любят играть. Плюс еще очень сильная комба Инвокера с Аксом. Да, я не знаю. Тут Инвокер очень вероятно, что будет Класс Векс отыгрывать. Против Кунки Класс Векс, мне кажется, лучше играть, чем Экзорд. Ну, потому что ты вызываешь Фаржа. Он Фаржа этого сразу брызгами своими убивает. Сайдбрингера. И, короче, неприятно. А на Класс Вексе ты просто душишь его помаленечку. У тебя хп реген огромный. Ну, на Класс Экзорте у тебя тоже реген может быть огромный. Ты же квасы тоже качаешь. Но ты Кунки можешь просто прожечь всю ману, регулярно прожигать всю ману. И он не может с пылы юзать. И тебя вообще никак не напрячь на Инвокере. А на Экзорте это не так. Там надо очень хорошо, качественно перекаясить Кунку тогда, если ты через Экзорт играешь. Вот, мне драфт нравится у Гидры. Лайнинг у них должен быть сильный. Вот, получается, Акс плюс ШД против Рейс Кинга Акс должен кайфовать. Вот, что я скажу. Фантомка плюс Вивер — это одна из имбовейших связок, в принципе, под конец этого патча с Короужином. Это мы тоже на драфте обсуждали. Ну, вот, я считаю, что Хриз на миде может попытаться Инвокера переиграть. Потому что, ну, типа, Кунка вроде как герой получше. Ну, типа, вот в очном противостоянии он Инвокера на миде должен уделывать. Там потом по игре, конечно, большой вопрос. Очень сильно будет зависеть от того, насколько Кунка хорошо двигается, как Инвокер там скиллами попадает. Но вот чисто на миде Кунка, он может проблемы доставить. Так, ну, Фурс, наверное, осталось только про корешей из Винлайн поговорить. Ой, ну, про корешей из Винлайн мы, конечно, забывать не будем. На третью карту, на Гидру 1.55 и 2.35 на Ави Гейминг. Ну, короче, ничего не меняется. Ничего не меняется. Но мы, наверное, все же не согласимся, что в этом матче какой-то фаворит имеется. На протяжении первой и второй карты стало понятно, что команда играет, ну, плюс-минус одинаково. И тут хороший был комментарий, Фурс, интересно, что ты скажешь. Какая разница, какой драфт, если все равно какая-то команда может закинуть? Нет, ну, блин, так это прекрасно. Это примерно то же самое, что и сказать, какой смысл жить, если тебя может сбить Эвелон, который ездит на тачке там за 500 миллионов рублей. И ты можешь попасть в аварию с участием вот такого чувака. Или там кирпич тебе на голову упадет. Или еще что-то. Ты оцениваешь всегда, ты работаешь с вероятностью, понимаешь? Ты понимаешь, что, например, вот этот драфт, да, вот, например, есть какой-то драфт А против драфта Б. Ты понимаешь, что драфт А, он хорош там на, ну, типа на лайнинг-стадии. Ты прикидываешь, а какой сейчас патч? А достаточно ли выиграть лайны, чтобы выиграть игру? Сейчас да. А когда-то было нет. Когда-то лайнинг-стадия, она вообще была неважна. Когда помнишь, там вот эти снайперы, джиггернауты, тролли вот эти вот играли. Там можно было вообще проигрывать 20-0, потом сделать 3 фрага, и все. И ты уже вместо там 10 тысяч золота проигрываешь одну. Вот как бы и все. И ты просто там по-другому драфта оцениваешь. А в нынешнем патче я, например, привязываю... Я не знаю, насколько я прав, но я вот часто привязываюсь к лайнинг-стадии, что я вижу, что Акс хорошо там против ВК должен. Должен же писать хорошо против ВК должен. С инвокером сильная связка. Фантомка плюс Вивер очень сильная связка. Этого уже, в принципе, достаточно для того, чтобы сказать, что драфт команды Гидра, ну, он поинтереснее смотрится. Это, опять-таки, лично какой-то моей точки зрения. Я очень часто бываю неправ, а, наверное, последние месяца 3 или там 4 даже, вот включая сам Интернешнл, я думаю, что это наиболее такое плохое время для моей аналитики. Потому что я очень мало угадываю, очень мало у меня получается предсказать результатов каких-то, а были времена, когда я там вообще 80% всех каток предсказывал. Когда я видел драфт, сразу говорил, это выиграет, это выиграет, это выиграет. Так что вот так. Короче, слушайте форс и делайте наоборот. Да, мы уже запомнили. На первой, на второй карте работает идеально схема. Не, ну на второй я говорил, что мне не на первый драфт Гидра нравился, и на второй драфт Гидра нравился, и на третий тоже. Я не отказываюсь от своих слов, типа, не переобуваюсь. Там, ну, Дрим и компания, там просто такой запрос был лютый. С первых лвлов, смотри, нападают на Arrow здесь. Вивер, Шукучи, и это Ферсблат, да. Ну, тут будет лютая душка. Вот от Фантомки с Вивером, повторюсь, это лайн, который стоять практически нереально. Он близок к невозможному. Там есть некоторые, даже стандартные, наверное, герои сейчас на комбинацию 3-4, которые против этого справятся, но Бэйн плюс Найт Сталкер, я не знаю. Тут еще Заяц придушил Дизраптора каким-то образом непонятным. Трейдились, трейдились, видимо, Дизрапшн, и убил он его. Сейчас будет динаиться. Инвокер вексовый, да, у нас? Ну, я бы хотел увидеть экзортного инвокера в Форос, но что-то последний, наверное, месяц я игр, ну, очень много откомментировал, ни одного экзортного инвокера его просто нет. Не получается, все-таки стандарт. Правда, два нулика, ну, дальше понятно, урнами, дасик по дефолту. Ну, зато такой инвокер очень эффективен в гангах. Ближайшие, я думаю, минут пять мы увидим аскольд уже на боковых линиях. На топе продолжается суперагрессия. С одной и с другой стороны Фантомка почти без КП. Что Фантомка себе привезла? Стики, ну, правильно, да-да-да. Корожен, конечно, классный, но нужно стики было взять, чтобы хоть как-то стоять на этой линии. Эра об опасности, про инсап стики есть, но я боюсь, что под жуками выжить будет тяжело. Жука очень быстро убили, таггер долетает, теперь и Найт Сталкер в опасности был. Но брони много, стики есть, даже жуки пока не проблема. Единственный плюс, что Фантомка пока не идеально фармит, но вы сами понимаете, когда там разница три крипа, это совсем немного. Рим очень быстро нагонит, уже с появлением Корожена. Он, мне кажется, героев убивать будет. Ну да, вот я говорю, сейчас у него Корожен появился, и эти крипы не так будут важны. Корожен доедет, и можно будет на Бэйна нападать просто постоянно. Постоянно его убивать под жуками. Слишком сильная линия. Слишком классно сочетаются два героя. Снизу, заяц, дизрапши, Натал, уходит. Ну да, разменивается с Фрискингом. В принципе, у Фрискинга эризм есть, можно играть. Фрискин такой, знаешь, надежный герой. Вот реально, на кэри прям мало ситуаций. Бывает, что Фрискинг прям очень тяжело, что он тут не фармит. Опорик, криты. А, на топе, естественно, тяжело. Бэйн тут пытался помешать отводу, в итоге его находит. Рим с Короженом делает уже второе убийство. Дизраптор параллельно теряет Курьера. Теряет очень большого Курьера. Бэйн тоже теряет Курьера. Ох, как у Вигейминг-то начинается все. Пока не очень хорошо. Стан на Зайца. Зайц есть стики, ставится кольцо. Зайц должен умирать здесь. Пытается как-то максимум урона по Дизраптору выдать. Но Дизраптор будет жить. Фивер динается. Динаями тоже участили. Наверное, за эту серию это уже пятый или шестой динай. Притом, что Вигейминг... Да, посмотрите. Все динаются. Жесть. А это засчитывается фраги полноценные. Кулка. Может оказаться без маны. ЕМП. Да, все, маны у Кульки нет. Ну ладно. Сейчас начнется ночь. Может как-то попроще будет ребятам. Топим. Близи кеймплей, конечно, очень простой на этом Аксе. Реально. Все, Vanguard купил. Пере есть. Сандерстрайки эти летят вообще фиолетово. Если Террор Блейд как-то мог реально мешать Аксу, то в Рейс Кинге, мне кажется, вообще никак. Работяги вообще идут в минус. И Террор Блейд тоже на самом деле никак Аксу не мешает, когда он так за вышкой играет. Ну там все-таки четвертая была мета. Он там на дистанции стоял, знаешь, контр-хеликс попадал. А в Рейс Кинг в ВКонтакте он будет проигрывать битву с работягами. Тем более 4 стака. Заяц. Пятый дать не успеет. Ну, а Каори не. А Каори все. Не. Аскольд не успевает. О, слушай, там Акс рядом. Ага. Да, может быть Курьера и забирает Каори, но ценой своей жизни. Глимс? Глимса нет. А уровень 2. Тефолт на Тендерстрайке и Кенетик Филд. Прокачанный и Каори. Стики нажал. Кольцо ставит. Баттлхангер вот-вот закончится. Но если он уйдет, то он супер красавчик. Тотальный красавчик. Он сейчас может скрыться. Близи потерял много фарма. В Рейс Кинг получил фарм. Супер-мега-хорош получается. Да, да, да. Но он еще не выжил, правда. Ну, уже, уже... О, задумается. Не, не понял. Кольцо. Пол. Ну, в Лизе реально он бы нафармил бы больше. Вот за это время, как он все бегал и бегал. Лес. Там две пачки крипов. А Дизраптор, он... Он нигде бы полезен не был, пока бежит до базы. Так что, да, этот игровой момент в минус явно идет. Так, Фантомка-то у нас уже уровень 6. А, Найт Сталкер уровень 4. Смотри, какая руна у Акса появилась. Форс, это же мега имба. Руна? Руна иллюзия Акса. А, типа на подкачку, да, жестко. Это же вообще класс. Он сейчас очень быстро нетворс свой соберет. Так, в топе погибает Вивер. Ну, это какая-то прям совершенно... Это просто хамство, вот то, что сейчас гидры делают. За это надо наказывать. И накажут, скорее всего. Пашка пытается отбежать. Есть кольцо. Вижна на хайграунда нет. И, да, пытается Дрим как-то разменять. Нет, так делать нельзя. Это заброс, вот, откровенный. Хотел сказать, и в чем я не прав. А теперь могу сказать, и в чем не прав тот пользователь, который спросил, какой смысл предсказывать драфт, если команды все равно могут закинуться. Да, вот этот момент, это же откровенный. Ну, типа, заброс. Вивер поставил вард какой-то сюда, который сразу задивардели. Я не помню, как будто его вышка видела. Вот, потом куда-то задайвил, умер там вообще на эншентах. И фантомка еще пошла за ним и тоже умерла. Типа, чё? Такого не должно происходить. Ну, тем не менее, Пашка достаточно большая, крупная. У нее много фарма. Близзи тоже у нас топ-1 нетворс. Как это и принято для хардлейнеров в нынешней мете, что топ-1 нетворс всегда за хардерами. Ну, ему с руной повезло. Он столько зафармил, я боюсь представить. Он профармил лес несколько раз, он профармил линию, но он еще фармил тройку одновременно. То есть, ну, это реально везение, такую руну найти. Там иллюзия обычная, которую не любят, особенно в начале игры. Кроме того, что сбросит себе эффекты импакта 0, но на аксе все реально меняется. Это просто... Вези уже седьмой с половиной уровень, и у него блингдагер будет очень быстро. Ну, и Врискинг вроде как получил пространство. Да, мы всегда забываем, что, да, акс фармит, но в случае, когда акс заходит за башню, фармит лес, у Врискинга или там у того же Торрор Блейда обычно открывается пространство для фрифарма. Убиваешь все крипов, ты вообще ничего не пропускаешь. У тебя фарм идеальный. В отличие от той же фантомки, у которой продолжается на линии жесткая осада. Посмотри, тут приходят три героя, а до этого было четыре, потому что Найт Сталкер это только... А, ну хотя Найт Сталкер улетел прямо сюда. Дрим палит вард. Найт Сталкер, но Дриму... Дриму все равно. Главное здесь выжить. Хотят напасть на Близзи. Похоже. Кулька сюда летит. Ну, давайте смотреть. Шэдоу Демон неподалеку. Может быть, успеет как-то помочь. Все-таки тут пока тут Экс Марки Торренты идут. Близзи очень вовремя долгол. Нужен Дизрапшн. Да. Но есть шансы выжить. Там Тайт Брингер. Там шансов нет. Тайт Брингер. Плюс критическая Творец Кинга. Два крита по факту тебе летит с разных сторон. Шансов выжить не было. Хоть и Зайд старался. Единственный был вариант. Это как-то поймать тайминки под Экс Марк. Но... Хотя, наверное, можно было попытаться. Но вернули. Вернули чуть раньше Акса, чем Шэдоу Демон успел Трапшн замахнуться, чтобы не уйти в эту точку эпицентра драки. 6-6. Меньше тысячи. За командой Гидро. Да, могло быть все намного лучше. Если бы не такая легкая заливная на топе. Ситуация изменилась. Найт Сталкер сравнялся с Фантомкой. Вы помните, как на этой линии все начиналось на первых минутах. Сейчас попытаются как-то к Аксу прийти на помощь. Помочь ему спушить вот эту вышку. Это очень важно, чтобы Фантомка тут открылась и продолжала качаться. Даггер у Акса появляется 9,5 минуты. Даггер Вангуард. Жесткие тайминги, да? Даже несмотря на смерть. ВК телепортирует, конечно. Понимает ВК, что в боте ловить нечего, а Мика будет пробовать на вот этой мертвой линии сейчас как-то вышку засейвить. Ну тут работяги, жмется глиф. Можно было бы вот выйти сюда, вот куда-то, нажать сворм и отогнать игроков в гейминг, но просто стоя за тавером ты, конечно, никого здесь не отгонишь. Да, вышку раньше пушат Гидра, но деф и топ уже не представляется возможным. Че так, скупил блинг его уже несколько минуту. Близи, все его везет, 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 везет. Где курьер-то? Че-то мое. Куда-сюда летает? Ага, курьер на мид перелетает, потому что близи сюда нажал ТП. Блинг вот-вот будет. Аскольд тут уже бегает, сетапил фраг и практически убил Дизраптора. Не хватило немного Найт Сталкер нажимает ульт. Видит Аскольда. Аскольд, закончилась руна ускорения, нужен детекшн и дело в шляпе, но детекшн не оказывается. Ничего. С этого момента детекшн Найт Сталкера будет всегда. Дизраптор идет. Он с вардами? Аскольд? О, нет, нет. Тут уже Каори, естественно, ставить наугад. Это нужно к гением. Понять, где инвокер может быть. Минус ультимейт Найт Сталкера. Сейчас очень хорошее время для гидры наступает на дворе день и ночью никак Найт Сталкер создать не сможет. Можно спокойно расслабиться и фармить в той же Фантомке. Инвокеру бы заряды спирит весел, а то когда 0-0-0 хочется какого-то сяпика-то забрать. Хватит, так сказать, за мягкое. Акс и СД идут. Инвокер как раз за зарядами, так сказать, выдвигается. Врыв Дизраптора. Чисто реально выход за зарядами не более. Выехали. За Дизрачем. Да, приятно. Опа, тут Пурш. Пошел под Бейну. Ну и Снайтмар, наверное, как-то можно еще отыграть? Да, да, сейчас, сейчас отыграем. Погоди. Но близость ультимейтом промахнулся не очень. Да. Ни за что этот ультимейтом промахнулся. Падает Мид. Но, не, не. Конечно, тут явно не лучшие герои для Пуша. Надо защищаться. Тут оборонятся. Не стоит забывать, что у Врейс Кинга у него могут возникнуть проблемы против ЕМП инвокера, что там, да, понятно, соул ринг плюс стики, но может так все это скастоваться, что ты прожмешь до прока ЕМП и тогда тебе беда. Так, а тут Дрима хотят схватить. Прыг... Ух ты, Аро прыгает. Смотри, как за деревья. Хоп. Найтмар. Ну, надо душить сразу. Сейчас же придут чуваки на помощь. Быстрее. Дроп. Бежать. Еще один ультар. Ну, значит, так на грани было. Ну, он нагло. А вот тоже. Почему Дрим фармил в этой части карты? Вышка в центре стоит, ты там никого не видишь. Как бы, ну... Хм-хм-хм. Дитрочку побей. Вот у тебя два компа еще есть. Их можно пофармить. Во всяком случае, можно фармить хотя бы в блюре. Вот. Может, он у него закончился, я не заметил. Но... Тоже такая ошибка, наверное, от Дрима. Да и вообще, у Дрима, учитывая его старт, у него нетворс на тысячу меньше, чем у ВК. Это, по-моему, не круто. А ВК просто качается. Да, он пришел вот недавно пооборонять мид. Испугались. И дальше на тройку. Смог. Первая атака как раз от Фрейс Кинга. А может быть, Дизераптор не под Фрейс Кинга нажал. Но у Дизераптор статик появился. Понятная идея. Хочется найти... Ой. Фейкер, статик. Плохо. А может быть... Ну, глимсовать непонятно куда, потому что Инвокер-то стоял на горе. Глимсануть в поляну не получится. Не получилось. Просто не получилось. Хотя и Вижн был, и все было по факту для того, чтобы атаковать. От Фрейс Кинга теперь атакуют. У нас сталкера появился ультимейт. Фрейс Кинг. Все в порядке. Он может дракую еще совсем скоро вернуться. Дизерапшен от Зайца. Скольд дает бласт, но спасения не будет. Никакой помощи. А Скольд воюет. Один против всех. Живет очень долго. Получает крит. Вот те и 3000. Принимает из Зайца. Через Икс Марк. Убивают из саппорта команды Гидра. Минус 2. Вигейминг без потерь. В Рейс Кинг не потерял даже рекорнацию. Хорошая ответка. Такая получилась. Мощная, мощная, крепкая. Акс все-таки хочет Блэйд Мэйл. А мы видим... А, слушай, я там что-то говорил, что он собирается без рецепта. Он с рецептом собирается. Форсаж не тупой. На прошлой катке говорил, что собирается без рецепта. Что-то я... Да. Со мной бывает, мужики. Не обращайте внимания. Конечно, Гидра пока не особо хотят какие-то активные действия предпринимать. Пока у них Фантомка еще на фарме. Но пока день, можно на самом деле попробовать поиграть очень быстрый Блинк себе берет в Рейс Кинг, игнорируя при этом Дезолятор. То есть планирует Вигейминг, судя по всему, какие-то активные действия. На Вижене должны сейчас подцепить Ароу. Хороший кол. Есть Поляна. Может быть нажать. Да, Поляна жмется. Брейнсап. Еще и Финцгрипп нажмет, если что. Он реально сейчас Финцгрипп нажмет. Может быть даже стоит уже найти момент и нажать его хоть куда-то. Ароу пока стоит, просто наблюдая. Да, понятно, понятно. Да, подскуд. Но, кстати, Финцгрипп и был нажат. Да, да. Ну, может быть зря. Как раз в этом моменте Вайроу решил подстраховаться. На всякий случай. Свою команду он сам мог погибнуть. И по итогу даже Бейны не забрали. Капец. Даже Бейна. Да. Принцап только второй у него. Не то, что он там много хп себе восстанавливает. Даже с Бейном не плывет. Сейчас Стрим может ворваться в игру там с БФом и с Дезолятором. Там уже у Рейс Кинга будет на один слот больше. Будет, конечно, тяжеловато. Или там у Рейс Кинга будет после Дезолятора БКБ. Там просто МКБ. С лотом. Одним из. Ночь на дворе. И получится Гидре сейчас никак двигаться активно. И мы видим, что гейминг начинает захватывать чужие точки. Захватывают самую неприятную точку для фантомки. Чужую тройку. Точнее, тройку фантомки. В том числе эншентов и стаки. Неприятно. 17-ая минута. Тайминги БФ поздненькие, поздненькие. Повторюсь, да. С учетом старта Дрима, который у него был, у него должен быть БФ на 14-й с короуженным ПТ. Настолько он должен был круто пофармить. Найт Сталкер приобретает себе Блинк. Нужны БКБшки. Вот. Настолько, вот. Блин. Тоже Мидас делает инвокер. Может ему... Ладно. Сейчас саппортов будут душить. Глимсуют шеду демона. Сразу же ставится статик шторм. Очень сильно втерпливает Заяц. Да, есть. Там параллельно Найт Сталкер один оказался, но Близзи промахивается колом, Блэдмейл улетает никуда и Хейс приходит, будет опстить. Дриму максимально. А что? А этот самый... А Акс не может прыгнуть, он прыгнет в Сайланс. Еще и Близзи в итоге подставляет сам. Да, Близзи, знаешь, ему пока не с кем играть даже как будто. Вот тот же инвокер, он не может ворваться полноценно в игру. Которого тоже убил. Счет 15-9 к 100. Уже видимо и 16. 16-9, 4000 за гейминг. Пауза от Гидры. Может быть это что-то изменит. Обычно меняет. Он рисует, он рисует. А там реально... Слушай, там тильт нереально идет. Думаешь? Ну ты посмотри на мини-карту, что там происходит. Они там обсуждают, что вообще происходит. Там супер-мега тильт. Почему ты там, ты не там. В таком формате. Да, да. Типа того, типа того. Это не пауза, что типа что-то залагало там, да. Пауза и... Реально, смотри, обсуждали. Где фармить, где фармить типа там, может быть что-то такое. Да, да, да. Да, да. Хорошее замечание, Форс. Интересно. Так, готово, Гидра. Его смотреть. Сейчас, да, это будут проблемы. У тебя каждый кор будет иметь на один слот больше в гейминг. Минвокер будет с Мидасом, а у Кунки уже появится в этот момент Сильвер. У Кунки уже сильнее в сто раз с одним блэкинг баром, но это будет Сильвер плюс БКБ, криты будут вылетать. Саппортом это вообще бедный. СД тысячи хп. Очень тяжело выходить куда-то. А СД нужно как-то всегда жить подольше. Он в ожидании Финцгриппа, он в ожидании Кунки. А от Жадоу Демона тут вообще суперответственность. Мы на драфте говорили, что это вообще классный пик здесь. Садится уже 6 смертей. Преимущество за Вигейминг растет. В ближайшие минуты Вигейминг могут запросто пойти на Рошана. Даже может тут даже сейчас могли бы пойти, учитывая... А, ну хотя дезолятора нет. Дезолятора дождаться, и можно будет выдвигаться. И у Энесса появится ульт. Юлу Вигера. Филосовский камень выпадает. Вроде хороший предмет. Хороший. Шеду Демон сразу себе его забирает. Кунка просто спокойненько отпушивает бот с Иксмаркой. Сейчас вернется обратно. Ну и Гидра вообще никак не могут протрейдить вышки адекватно вот по-человечески Врейскинг просто ломает топ. Сейчас у Врейскинга появится Дезоль. Можно будет просто в тупую пойти на Рошана, забрать Рошана. И собственно что? И собственно ничего. Гидра с этим сделать не смогут. Мне кажется. И говорю, вот им нужны БКБ. Инвокер купил себе еще не купил себе. Покупает Мидас. Это настолько вот потеря по темпу вот этот вот Мидас на Инвокере. Мне кажется здесь это вообще нельзя делать было. То есть вот у него уже 2К голды он мог себе нафармить на Огр вот этот вот Акс и Митрилхаммер какой-нибудь попытаться хотя бы. Чуть аккуратнее сыграть. Вот. И у него уже почти было бы БКБ. Что-то могло как бы с этим вот получиться. Врывается. В Рейским сразу же минус ШД. Просто без шансов дефать эту вышку тоже невозможно. Потому что бежит Найт Сталкер. Сейчас еще Вижен даст. И... Ну тут хорошо Фантомка в Блюре была. Так бы и Фантомку бы убили. Вивера цепляют. Таймлапс, Найтмор, но нет. И Сайланс. Там Сайланс второго уровня этого хватает ночью. Да. Там пять секунд этого хватает запасом. Ну, в принципе, да, Т2 сейчас Форс на меди и сразу Брошпит может двигаться вегейминг. И по факту с таким драфтом, с такой доминацией вегейминг не нужно еще 20 минут качаться на этой карте, чтобы закончить. Как раз нужно дождаться, когда у тебя с лотом будет настолько много, чтобы ты мог закончить, а Фантомка драться не может. Вообще никак. Ну, как она может драться с БФом? Мы понимаем, один Найт Сталкер соло прыгает, подключается кунка и этого хватает. Там не нужно пять героев, там не нужны какие-то финс гриппы. Хватит и нескольких кнопок. Дизраптор с Блингдагером, как Хакода на Лиге. Девятый уровень. Да, саппорты очень сильные. У нас на прошлой карте были саппорты по разным командам Бейн и Дизраптора, а тут они вместе оказываются. Два саппорта, которые могут драку решать. Учитывая, что Зайцу тяжело выбирать позицию, Врейс Кинг просто прыгает ниоткуда, к тебе и убивает. Близи потерялся, он теперь пытается фармить на этом Максе, учитывая, что игра у команды не идет. Ну, а Инвокер, ты узкал, что Мидас, но тут кроме Мидаса видишь снова проблему, что зарядов Вес или нет. У тебя Весл получается такой полуполезный, бесполезный. Его импакта почти нет. Там все четко. И гейминг уже в Рошпите. Надо как-то тянуть время, я не знаю, до блэкинг-баров, вот что угодно делайте, парни, но не фидьте сильно. Хотя сейчас вот 21-ая минута, как-то Инвокер там он метеоритами фармит, пачки скипает, что-то вот вроде у него получается в боте что-то фармит Близзи, сейчас туда телепортируется Кунка и может попытается как-то цепануть. Вот правда Шедоу Демон опять рискует подставить. Ага, так, погоди. Или тут подставляется какой-то другой дизрапшин. Ну это ТА-2000, у него Аегис плюс реинкарнация. Скорее всего его просто разминают. Я не верю, что они его убьют. Вот, блин, парни, это такая плохая идея, вот если честно, вот просто отвратительная. Вот просто отвратительная. Вот мы видим, что происходит, Близзи врывается, а Night Stalker там туча висит и врывает сакс и сразу же оказывается в сайленте. Забавно получилось. Все вроде было в порядке, отпушился бот, отпушился мид. Зачем вот форситься на эту драку? Зачем? Я категорически не понимаю. Ты понимаешь, Лекс? Я не понимаю. Тем более еще Лана там схватили какого-нибудь Гаврика, там, типа Кунки, попытаться его там... Еще и Трим вышел. Зачем-то Night Stalker избивать. Сейчас ночь кончается, смотри, может попробуй. Юльчик есть. Ой, какой хороший Гримс. Ну, тут Каори, конечно, разруливает. Прям вообще нереально. Ну, Night Stalker подарили. Байшеду демона. Фраг достался Микки. Это, кстати говоря, плохо очень, потому что в такие моменты нужно максимально вот стакать все золото для своих Кор-героев, чтобы они быстрее БКБ нафармили. Вот, и по итогу Шеду демон забрал. А что Шеду... Ой, в смысле Шеду демон. Вивер забрал. А что Вивер? Ну, он хочет Агоним себе купить, но на него просто сядет Night Stalker и все. Как бы... Или в стате его поймают. Он может просто и не кастануть свой ультимейт с Агонимом. В общем, ладно, смотрим. Как бы V-гейминг очень большое преимущество имеют, но я не могу сказать, что они точно так же, как Гидры, не могут забросить эту карту. Да, но V-гейминг прям все очень хорошо. По всем позициям. Саппорта и Трикора. Сейчас появится Night Stalker, нужно давить, а Эгиста остается. Гиперстоун в Рискинге есть. Пока даже нет необходимости там какой-то манки Кеймбар покупать. Фантомка и так очень просто расправляются. Фантомке наконец-то долетает Blacking Bar Дезолятор следом. Nivi Gaming готова забирать уже последнюю внешнюю башню. Ой-ой-ой, нашли Близзи. На Варде его заметили. Бладмейл, Торрент, никакой помощи не будет. Близзи, кстати, живет очень долго. Вы посмотрите. Реально. Дадут ему возможность покрутиться. Минус Айгис, кстати. Айгисы, близки. Зато мана на рекорнацию появляется. Успевает Unwalker скрыться. Тут очень был близок Бейн к тому, чтобы поймать очень жирный фраг. Много не получилось. На тройке. Тут, смотрю, Заяц бегает. Заяц не один. Дезраптор выходит. Дезраптор получает пуш, ставит поляну. Что-то у демона в этой поляне один. Хорошо. Успеет ли уйти? Тут главный вопрос. Все. Ну, Заяц не успевает. Главное, что успел Дрим. В целом, это не самый плохой размен. Учитывая, что еще и Дрим сделал фраг и заработал деньги. Это даже хорошо. Я гидрый. И Заяц запустил свой байбэк с таймером. Что тоже выгодно сейчас запустить его. А не когда тебя будут базу ломать. Да, пожалуй, да. Так, опять проблемки у Вивероса, но, кажется, живет. Вейн успеет Найтмаром, наверное, подслипать и дальше. Надо отслипнуть уже, наверное, да? Он сейчас просто доманит их до инвокера. Финсгрип надо давать. Финсгрип не сбить? Сбить! Там краешком прям зацепил инвокер. Казалось, что по траектории не попадает. Попал. Окей, выбили финсгрип. Тиммейт у Найтсталкера еще не 95 секунд. И преимущество чуть-чуть гидро сокращает. А было на пике 6, теперь 4. Кажется, тут и Аскольд может ошибиться. О, он видел. Он видел этих героев. Пробегает мимо в Гост Волке. Форжами пушит. Там пытаются найти следы от Гост Волка, но Аскольд вообще не в той части карты. Хорошо, кстати, получается. Сейчас, если он еще одну пачку скипнет здесь, это будет супер круто в макро. Катапульту продал... А, нет, страшно. Продал Катапульту. Гост Волк в КД. О, братишка, опасно, опасно, опасно. ТПшку сразу. ТПшку, ТПшку, ТПшку прячется. А, Бейн уже куда-то в другую часть карты телепортируется. Дримбэк, АБ телепорт. Но все равно инвокера поймали. Он там балуется, конечно, бегает. Странно, он даже не попытался уйти через телепортацию. Ну и теперь пытается выиграть просто побольше времени. Минус инвокер, не идет игра у Аскольда. Один, пять, два. Но зато очень опасными темпами получается трим. Третий дезолятор уже вот-вот, третий крит скоро будет. Хейс, кстати говоря, тут неоднозначная у него позиция, хоть он из БКБ, но без телепорта при этом. Ушел в Сильвер. За это детекшена никакого нет, а у детекшена нет, тогда тут говорить не о чем. Уходит Хейс. На тройке в это же время Вигейминг расставляет здесь побольше вижена, расставляет опс-центри. Акс, в Соло, на чужой тройке, без БЛЭКИКБАРа, но в Соло сам Куркан никого не убьет здесь, да, вблизи очень громадно делает, Хмарк потрачивает и нажал ТП. Хорошо, Фантомка Дизоль плюс 18 уровень, это уже хоть что-то, да? Как-то можно работать. Акс, БКБ вот-вот купит, инвокер с Аганимом. Не, ну тут вообще Гидра, конечно, могут камбэкнуть, прям, я бы не был вот так уверен в том, что Вигейминг тут уже прям всю эту карту закрыли, с чем могут быть проблемы, они наоборот не дожали, Мика телепортируется, не успевают ему сбить ТП, начинается по макро разыгровка жесткая, а Вигейминг как-то мне кажется трусливо отыгрывают, потому что у них ВК достаточно крупный и... А, ну у него ни шарда, ни БКБ, ну тогда да, понятно, почему он боится ХГ пушить. Там какая-то ЕМПшка залетит шальная, и ты просто умрешь без реинкарнации. БКБ надо купить. Видит вблизи, пингует на него, врывается Найт Сталкер, но тяжело, это прям такая плохая цель. Страпшн, страпшн в этот раз хорош, на топе попинговали на Аскольду, он успевает по друну ускорению очень быстро скрыться. Ну классно, классно, Гидры сейчас по карте просто возят противника. Кого убить, Вигейминг раз за разом не могут, инвокер тоже успевает скрыться. Супер. Кик позволяет фантомке все больше и больше фарма набирать. Без кинга догнать тяжеловато, но фантомка уже опасна. Того же БН и Дизраптор будут сгрызать за один крит, один удар. Смоуки Вигейминг, Вивер с Аганимом. Вот, что-то. Инвокер с Аганимом. Ну пожалуйста, сейчас Акс ворвется, нажмет кол, там на того же Куркуна и Сталкера его разорвут очень быстро. Акб у Близи наконец-то едет. Смоук от Гидра, они идут под тайминге Рошан, через 8 секунд он уже может появиться. Джадоу Демона с Блинк Дайгером. Ну классные предметы у Гидра. Реально, очень хорошие предметы. Если держать позицию, то им будет не так уж сложную драку выиграть. Найт Сталкера заметить бы Ивер на разведку. Видят Найт Сталкера, Найт Сталкер тоже понимает, что он тут не один. Перехват Аванпоста. ИК супер рискует. Есть у него Юл. Есть и Дизрапс. Он также врывается Фантом Ассасин. Ловит Финс Грипп следом. Но есть спасение. Вроде справились. Статик Шторм на Инвокера. Дрим в Блокинг Барри вынужден просто уйти. Прыжок неожиданно на Дизраптора. Но это всего лишь Дизраптор. Это пока вообще не считается за полноценный фраг. И Инвокер в невидимости. Есть на него детекшн. Быстро убили. Врывается Найт Сталкер практически без ХП. Очень рисковал ДСНС. Но он, конечно, умер. Получится ли Дрим избежать смерти? Да, пожалуй, нет. Да, у Дрима есть прыжок, но уже Окей, прыгнул. Похоронил Дизрича. Что-то мансует. Дрим живет. Дрим живет. Еще один прыжок. Прыгает на Бэйна. Бэйн без Найтмора. Дает инфи, дает брейнсап. Нужна помощь. Близи пироги! Ну, Близи! Тут киносеанс устроил. Классная драка. Чего не посмотреть. Подрезал, да. Убегает. Но Иксмарка есть. И Блинг успеет откатиться? Нет. Не успевает. Хейз делает фраг. Преимущество возрастает до 6000. Ну, не особо. Оно и выросло. Потому что в гейминг тоже потеряли многие герои. В байбеке Дизраптора был дайбек. Ну, Кун капнулся по голде. 1000 золота для Врейс Кинга. Ну, да, да. Слушай, Рошан. Вот важный момент. Рошан появится через 30 секунд. Акс успеет появиться. Инвокер у нас с Аганимом. Мне кажется, что можно попробовать поконтестить. Второго-то Рошана явно отдавать не хочется. Там и Шарт, который Врейс Кинг покупать самостоятельно не хочет. Ну, почему бы там и не повоевать? А Врейс Кинг тут не боится. Врейс Кинг. Емпэн в Белл. Емпэн не очень удачная. Спокойно уходит на Ив отсюда. И снова держат Вигейминг под контролем. Большой лес Гидры. Рошан стоит и ожидает гостей. Врейс Кинг выходит сейчас быстро восстановится за счет вампиризма. Есть ли Гидры, чем драться? Ну, вообще, да. Вообще, есть чем. И они даже успевают. Если они сейчас смок нажмут и полным составом побегут в Рошпит, то они успеют. Там гарантированно подраться до того, как Рошан упадет. Но нет. Ничего не происходит. Не спешат Гидра. Так, Тунику подобрать нужно. Туника. Есть. Все, Врейс Кинг с Аганим Шардом. Аегис у Найт Сталкера. Видите, Танц Ливер. Да, хорошая смотка. Врейс Кинг просто заходит на хайграунд. Вызывает работяг. И что ты не сделаешь, как говорится. Идеально. Трапшин, Глит, ЕМВ. Но там Аганим Шард. Так что ЕМВ уже не так страшно. Ну, без ман неприятно, знаешь. И рекорнацию хотят выбить. Ну, вообще выбили достаточно легко. БКБшку еще как-то запорсить, да? Многовато ресурсов подали. Можно было бы статик сэкономить, но посчитали, что может Акс какой-то может прыгнуть или что. Или что, или как. Но вот опять, как же вот Гидра настолько нестабильно играет. Вот я повторюсь, у них на трех картах очень хороший пик. Очень хороший пик, очень хороший драфт. Как они так умудряются прям вообще вот играть вот эти зубодробительные какие-то сумасшедшие игры? Вот. Просто для меня загадка. Идут Гидра Ваегис. Рискинга может не оказаться в драке. Бэйн. Хорошей точки стоит. Тяжело его здесь найти. Да, действительно очень. Сейчас его убьют. Ну, слушай, он команду развеял. Он ревельнул смок или что? А, да, да, конечно. Тогда ладно. Тогда ладно. Ого. Заяц так бежит наглубь. Посмотри вообще на него. Еще и бежит. Иди завтра давит, закрывает его. Инвокер вышел. Ловит поляну тут же. Очень нагло играет Гидра. Очень нагло. Я удивлен, что Гидра не отвечает. Нормально. Стивинг даггер в печень никто не вечен. Курка с башером, Форс. Как тебе такое? Но скорости атаки у него не шибко много. Приколист. Ну, может. Может и нормально. Ну, а что ему купить такое, чтобы прям вот прям гарантированно было бы лучше? Кираса у него в команде. Можно было бы Шиву купить? Такой чисто, знаешь, сатаник. Ну да, наверное. Ну, согласен, предмет крайне необычный для куньки. Типа что, телепорт избивать, который мы уже видели много раз, чтобы баш залетал. Это да. В этом идее вполне логично. Может против акса круто работает. Он тебя колет, а ты его забашил, а он не сможет рефрешер нажать. Ого! Круто форс. Ну, не знаю, что еще сказать по этому поводу. Смоу, киви гейминг. Аегис остается у Найтсталкера. Врыв быстро на Шедоу Демона. Важный фраг Шедоу Демона с байбэком. Вообще, по хорошему гидре лучше просто избежать всю эту драку. Драться против Аегиса, даже если байбэк будет СД нажимать, это все равно плохо. Выкупается СД, Дизраптор, живет за счет Найтмара. Классно получилось играть! И Фантом Асайзен просто разорвали. Там ее бутербродом с трех сторон просто уничтожили. Блэкинг Барни, Блэкинг Барни, без вариантов. Умирает, Близи. И какие же таймеры высокие. У Фантомки такой высокий уровень неожиданно оказался, что Доу Демон после пая умирает. Времени много. И Аскольд понимает, что единственный вариант хоть что-то сделать полезное, собрать крипов. Опять, мне не совсем понятно, что за драка, почему вы идете драться. Они, наверное, подумали, что у них там вижен хороший, типа, можно повоевать. Но это же просто... Ты заранее соглашаешься играть не на своих условиях. Ты идешь драться против Аегиса. Ты идешь сражаться не на своих условиях. Вот в этой конкретной ситуации. Иногда бывает так, что Аегис не важен, когда враги потратили там Хрона, Блэкхолл, там у них ничего нет. Тогда да. Но тут ситуация не такая. Еще инвокера цепанули. Инвокер с баем. Но мид уже упал, он пытается отбежать, глимс работает как-нибудь. Стеночку у Торнадо, Гост Волк как-то отыграть здесь не получается. Вторая сторона падает. Третья... Ну, третья-то уж, наверное, не упадет, но проиграть карту с, ну, как бы, двумя спушными сторонами это довольно трудно. Хотя вчерашний игровой день, вот я помню, мне ShadowVeh рассказывал во время подкаста, когда мы его ввели, что там вчера вообще огромное количество таких было игр заливных, где это два... Ну, как бы, две стороны упало и все так. В рейс кинга так. ИМПшка все прожигает, но шарт имеется, реинкарнация в любом случае прокнет, и в итоге VGaming просто отступают. Просто катастрофа для Гидры. Нас на победу, я думаю, там процентов 5 остается. Тут плюс дает. Да, маловато. Телескоп для Бэйна и Диздрафтера просто супер слоты, понятное дело. Не может фантомка одна, инвокер в игру даже с Аганимом не может полноценно ворваться. Тяжело. Ему тяжело без Блэкинг Бара. Найт Сталкер слишком сильно мешают. У Найт Сталкера скоро появится еще и нули фаер. Там Форстаф и Глиммер перестанут работать, если они есть. Ну и Юл в том числе у Вивера не будут работать. Глимс фантомки. Фантомка отдыхает. Рывается на Сталкера просто следом. Дальше за Вивером, за Близзи. Финсгрип на Фантомке. Дизрапшан. Пока есть шанс как-то еще подраться. Дрим прыгает вперед. Пытается Найт Сталкера побить. Найт Сталкер на развороте сам идет в атаку. Дрим остается практически без КП. Нажимается Таник. Отъедается от Найт Сталкера. Добивать нужно Найт Сталкера. Найт Сталкер получает Найт Мертер. Нанада полетел и для Найт Сталкера это мог быть конец, но стики есть. Очень жирный сам по себе Найт Сталкер. Фантомка без всего. Катаклизм. Не, вообще эффективность ноль катаклизма. Не хватает контроля. Но его под колл акса нужно использовать, очевидно. Не абы как. В этом как бы сила комбы. Ну по итогу даже НС не забрали. Выбили... А, в Рейскинг даже бы КБшка не нажал. Пол. Пол. Ну, неплохо. Добить хотя бы Кунку. Кунка уходит Сильвер. Даст активированный. Кунка все равно отступит чуть дальше. Близи. Страдает от Врескинга. В Рейскинг все еще с рекорнацией. Напомню. Дрим рывается вперед. У Дрима Блэкинг Барнии 25 секунд. Но на него нет никакого контроля. Кунку все же со второго захода получилось добить. И Врескинг. Но его здесь два же должны убивать. Стеночку, 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 стеночку. Торнадо, ДФКД, Шторнадо. Стеночку. Врескинг 975 золота инвокеру просто на карман. И... Ну, это реально все называется камбэк. То, что сейчас происходит. Гидра много отыгрывают. Ну, не нужная драка. Потеряли третью линию. Все ок. Пантомка сейчас такая говорит, окей. Сейчас будет рапира. И Найдсталкеры будут умирать в этот раз реально за один на прыжок. Нам не нужно будет за ним еще летать. Ну, там в прошлый раз надо... Надо... Вот что нужно сделать в команде Гидра? Им нужен просто хороший кол. Вот хотя бы... Я не говорю там... Вот... Ну, ладно. Можно и в Найдсталкера на самом деле. Но нужен просто вот хороший кол с катаклизмом. Нужно быстро вырубить какого-то героя. Либо двух сапов, либо кора. Какого-то. Кунку или Найдсталкера. Кунку тяжело вырубить. У него 4 кхп. Найдсталкера 3 кхп. Там поменьше. Катаклизм это сразу минус косарь. Вот. Ну и под колом там да, тоже как бы может... Сейчас посмотрим, повезет ли Гидра. Не повезло. Рошан долго спавнится. Врейс Кинг успеет появиться. Кунку успеет появиться. Но с другой стороны Фантом Карапира успеет дофармить, да? Или не успеет? Не, блин. Наверное не успеет. Продать нечего. Только что Корожан. Ну, это тоже вариант с этим дешевый. Очень долго. Рикстер Клок. МКБ, как я понимаю. А, ну МКБ у Роскинга. Взбивать на блю. Все, преимущество-то по факту у Гидра почти нет. 6000. Это очень мало. Фелескоп появляется и для Шадоу Демона. Демон 1400 золота. Акс Рафрэшером. Снова двойной кол. Два Блокинг Бара. Акс, тем более, теперь будут выходить с невидимости. Блокой. Дрим. Дрим как будто почувствовал, что, слушайте, может не все так плохо, чтобы реально рашить эту Рапиру и можно придумать что-то другое. Вот Манта пока появляется Хвик Бая. Таймлесс Релик. Кого это слот прям хорош? Длительность негативных эффектов. Но Палуки для Бэйна неплохо звучит. Ну да, лучший, наверное, герой это Бэйн. Дизраптору дать телескоп, а Бэйн взял бы там у нас Релик. И раньше нормально. Получилось бы прям Гуччи, да. Сколько это? Шесть секунд. Короче, там примерно семь, чуть больше семи секунд. Да, это реально. Это много. Ну и это я на Найдберг, если что распространяется. Тоже заслипать. Так, на этот Салкер ультует. А Фантомка сейчас убьют. Фантомка! Дизрапшн! Нужна помощь! Кола Такса! Не будет Кола! Ай-яй-яй! Он ничего не нажал вообще. Ни сатаник, ничего. Но он ворвался, нажал кол, получил сайленс, нажал БКБ и уже кол больше не нажал. Я про ПА говорю. Да я понимаю. Да нет, а что ПА? Там надежда была только, что Близзи даст кол. Но Близзи не смог дать кол. ПА ни в чем не виновата. Ну, блин. Ну, никто ни в чем не виноват, ладно? Или все виноваты? Это суперкек игра от Гидра. А они сами в тильте. Видишь, как они ливают вообще. И вот эта пауза тогда посередине игры. И в мега тильте. Потому что они прекрасно понимают, что они тупо забросили эту карту. Они вторую забросили. В смысле, или первую. Они и первую забросили. Совершенно абсурдно. Вот. И вот эту карту тоже забросили. Ну, короче, ладно. Ну, а Вигейминг, ладно. Они какую-никакую игру показали. Но, повторюсь, Гидра максимально не в форме. Я бы не сильно радовался на их месте этой победе. Потому что команда посильнее какая-нибудь. Ну, или даже те же самые Гидра. Если еще раз им встретятся. И просто они разберутся с какими-то микропроблемами, которые у них есть. Они обыграют с такой игрой. Так. Ну так. У нас дальше еще одна игра. Как раз победитель следующего матча и пройдет на команду Вигейминг. Вин Страйк против Брейм. И ты правильно говоришь, Вигейминг там будет нереально тяжело. Но этот матч будет сыгран в следующем раунде уже завтра. Но сегодня еще три игры на трансляции Эпик Лиги. Поэтому оставайтесь у нас. Пауза будет в Форс. При этом, сам понимаешь, очень короткая. Мы очень длинные карты смотрели. Поэтому уже опаздываем. Я думаю, минуток 15. И Вин Страйк и Брейм будут готовы. Так что не уходите далеко. Мы вернемся совсем скоро. Продолжение следует.